Разговор на повышенных тонах от 25-го дома на улице Стройкова идет с минувшей недели. Жители, звонившие в редакцию и просившие приехать, жаловали, что рядом с их домом началось строительство. Территория частная, ее выкупил предприниматель Александр Чернышев и хочет построить здесь гаражи. Показывать документы будущим соседям отказался, по вполне понятным причинам. Выслушай, пожалуйста, как передавали по телевизору, рядом построены с домами гаража. Отвали, пожалуйста. Вы мне сказали, что моя мать... Я пошла. Вот ты их настроишь, а тут будут ловить детей, будут насиловать и убивать. Жители уже написали в прокуратуру и администрацию города. Они хотят, чтобы стройку остановили. Машина будет ездить постоянно. В гараже будут работать люди. Машина будет дымить, щадить. И по санитарным нормам они не вписываются. И все это просто заплачены какие-то деньги кому-то. Кто это дело разрешил. Участок его вот, видите, начинает. Два метра отсюда только. Он вылезает уже на территорию нашего дома. Есть какие-то санитарные нормы. Опасения жителей, с одной стороны, можно понять. Несколько лет назад на третьем этаже был пожар. Из-за припаркованных автомобилей спасатели не могли подъехать и спасти людей. Жители дома боятся повторения истории. Ну вот представьте пожар. Что делать людям? Пожарка не подъедет. Это безобразие. Их не была площадь частная. Вот там, метр за этим. Вот пусть обосновываются они там. Куда они занимают эту площадь? Как вы представьте, они поставят нам ограждение. И люди должны вот в эту часть смотреть в их перегородку. Первые этажи, вторые. Это нормально? Однако владелец земли Александр Чернышов уверяет, все документы и разрешения на строительство у него есть. Он их уже показывал полиции, которую во время конфликта вызывали жители. Вспомогательные постройки для моего основного дома. Гаражи там будут у меня. Гараж. Есть ли разрешение? Все есть. Конечно, все есть. Все согласовано. И, собственно, ни за какие рамки правополю нигде ничего не выступило. Никаким образом это пожарный проезд. Никаким образом я ее в принципе не перегражу. Наоборот, вы посмотрите, что там было. Выслушали одну сторону, выслушали вторую сторону жильцов этого дома. Но там же сплошные закладки, сплошные выгулы собак, алкоголики, бомжи там валялись. За стройку выступают соседи Александра из частного дома. Прежний хозяин не ремонтировал свое жилье, не убирал мусор, из-за чего у людей возникали проблемы, им приходилось даже платить штрафы. Теперь они надеются, что ситуация поменяется в лучшую сторону. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».